34-я сессия Архангельской городской думы выдалась напряженной. Во втором чтении с минимальными поправками принят городской бюджет. Его доходная часть составит 7 миллиардов 423 миллиона рублей, расходная на 209 миллионов рублей больше. При этом он сохранил свою социальную ориентированность. Почти 5 миллиардов рублей потратят на образование, здравоохранение и культуру. На развитие города, в том числе дороги и инфраструктуру, предусмотрен 1 миллиард 614 миллионов рублей. Особенность будущего года – дефицит вдвое меньше допустимого предела, то есть 5%. Покрывать его будут традиционным способом. Компенсировать недостающие средства город планирует за счет межбюджетных кредитов с низкими процентными ставками. А к 2018 году муниципалитет намерен и вовсе выйти на бездефицитную казну. Это поможет снизить затраты по обслуживанию внутреннего долга. К слову, под спорьем в этом вопросе должен стать и рост доходов населения. Рассчитываем, что начиная со следующего года у нас доходы все-таки начнут расти. В первую очередь за счет налога на доходы физических лиц. То есть все-таки мы рассчитываем, что постепенно заработная плата, которая сегодня у нас фиксируется на уровне 35 тысяч рублей, уже с будущего года по 2,5 тысячи рублей в год будет увеличиваться. Вовлечь людей в развитие Архангельска планируют и в сфере водоснабжения. Бурные дискуссии на сессии вызвал вопрос о повышении тарифов на воду. Городской водоканал находится в тяжелом финансовом положении. Сети изношены, заметно упало качество воды. На предприятии висит полуторамиллиардный долг. Единственный выход – привлечение инвестора и заключение консессионного соглашения. Но для этого должен быть установлен экономически обоснованный тариф. Для города мы сегодня получили возможность, наверное, впервые уже за многие годы, вывести систему водоснабжения города из того состояния. Сегодня упоминали, аж с 2004 года она плавно-плавно шла по штопору вниз. Сегодня, не говорю о том, что мы уже чего-то добились, мы получили финансовую, экономическую возможность вывести ее на уровень, как, например, сейчас сравнивают люди с Сыктывкаром. Передача водоканалов на концессию позволила обеспечить их модернизацию в Нижнем Новгороде, Рязани, Саратове. Параллельно с Архангельском такой же путь выбрали и в Ярославле. Однако правительство Поморья выбрало более демократичный вариант развития событий, чтобы уйти от значительного повышения тарифов для горожан. Водоканал получит 385 миллионов рублей в виде субсидий из регионального бюджета. Учитывая то, что и областной бюджет тоже находится в жестких рамках дефицита, поэтому, на мой взгляд и на взгляд моих коллег по фракции, это выверенное решение, которое позволит нам, первое, сохранить водоканал, второе, сильно не увеличить нагрузку на население. Повышение пройдет в два этапа. С декабря 2016 на 20%, а с июля 2017 еще на 10%. По оценкам агентства по тарифам и ценам, увеличение стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению всего на 5 рублей за кубометр привлечет дополнительно 80 миллионов рублей. Уже в начале будущего года предприятие сможет приступить к реализации своей инвестиционной программы. Но в начале будет проведена диагностика. Можно заменить все сети в течение каких-то десятков лет, но по сути результата, наверное, это особо не даст. Ну, пока вы одну часть будете менять, другая. Поэтому именно лежит, еще раз скажу, именно в инструментальных, именно в диагностических каких-то инструментах, для того, чтобы определить наиболее уязвимые, наиболее изношенные участки. И будем устанавливать расходомеры в городе, будем устанавливать датчики поиска скрытых утечек. Приобретем мы идти через хате для определения места открытых утечек. Ну, достаточно большой такой массив мероприятий. Перемены к лучшему на водоканале обойдутся в 4 миллиарда рублей. Большую часть этой суммы возьмет на себя будущий инвестор. В софинансировании частного государственного партнерства поучаствуют бюджеты двух уровней. А горожане внесут свою лепту, оплачивая услуги муниципального предприятия. Стоит отметить, что по условиям инвестпрограммы к 2018 году рост тарифов не будет превышать инфляцию, а к 2024 запланировано снижение стоимости. Олеся Кокина, Виктор Коноплёв. 7 дней в регионе.